Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Еще 13,5 миллионов рублей получит Алтайский край на компенсацию ущерба от весеннего паводка. Деньги региону выделит правительство России. Напомним, в начале марта от большой воды пострадало 19 крупных хозяйств. Ущерб оценили в 26 миллионов рублей. Пострадало более 200 фермеров, но большинство погибших животных было не застраховано, поэтому получить компенсацию оказалось проблематично. После длительных переговоров Минсельхоз согласился компенсировать алтайским аграриям половину ущерба. Деньги из федерального бюджета обещают перечислить до конца недели. Распределение по счетам начнется после выхода постановления краевого правительства. «Титаник» все же не затонул. Так, теперь в шутку говорят бурнаульцы об истории с переполненным контейнером. Напомним, в краевой столице на улице Восточной долгое время не вывозили мусор, в итоге выросла огромная куча. Кроме того, сам ящик оказался установлен под таким углом, что добраться до него жителям было непросто. Для сравнения покажем сначала, как было. Ящик забит под завязку, усыпано мусором и все вокруг, да так, что пройти невозможно. В соцсетях одни сравнили контейнер с танком, который пробирается сквозь твердобытовые, другие с «Титаником». Все изменилось после показа этой истории в нашей постоянной рубрике «Коммунальный патруль». Буквально на следующий день мусор вывезли и теперь убирают регулярно. Очередной выпуск «Коммунального патруля» смотрите в нашем вечернем эфире. Глава регионального избиркома Ирина Акимова возглавит новый орган – совет председателя избирательной комиссии Алтайского края. Решение о создании ведомства опубликовано на сайте Краевого избиркома. Помимо Акимовой в совет вошли 9 глав территориальных избирательных комиссий из разных городов и районов края. Они будут изучать и обобщать практику подготовки проведения контроля за выборами, а также совершенствовать профильные законы. Причем все решения будут носить исключительно рекомендательный характер. Заседания совета будут проводиться как минимум раз в полгода, а срок полномочий его членов не более трех лет. Затем состав обновится. С января в Барнауле изменятся тарифы на проезд в общественном транспорте. Повышение стоимости компании во многом объясняли тем, что нужно обновлять парк автобусов. Один из перевозчиков накануне презентовал новые современные экспрессы, которые уже успели оценить горожане. В них есть даже кондиционеры, а сами машины теперь говорят с людьми на одном языке. В автобусе будущего прокатилась и наша съемочная группа. Пассажирам главное комфорт. Уровень удобств здесь на порядок выше, чем в предыдущей модели. Это даже говорить умеет. Бабушкам нравится, что объявляют. Трансляции, остановки объявляют. Да и не только. Всем гражданам даже не приходится говорить, какая остановка. Камера, видеонаблюдение в салоне, все это как полагается. Всем как полагается, оборудованы еще 37 точно таких же новеньких машин. В среднем стоимость одной порой доходит до нескольких миллионов рублей. Получается кругленькая сумма. Владелец компании «Командирская», одним из первых среди перевозчиков Барнаула, пошел на такие расходы. Уверяет, эти траты оправданы. Люди довольны. Новые машины, тепло, светло, все показывает, рассказывает. Ну, как бы, много очень добрых отзывов мы получили уже. А чем отразиться на нас, да ничем. Администрация города пошла на то, чтобы повысить проезд с первого января. Поэтому мы, рассчитывая на это, сделали обновление парка. Ну вот, пожалуйста, у нас если нет денег с наличными, вот терминал, карту банковскую выставляют, сумму 20 рублей нажимают. И все. Это одна из главных новинок, которая решает сразу множество проблем. Теперь пассажиры могут не скапливаться у выхода. Расчет за проезд происходит за секунды. Фраза «возьмите сдачу» может перестать быть актуальной. Правда, пока новинка не так востребована. Пассажиры предпочитают по старинке. В будущем собственник планирует закупить еще несколько таких автобусов будущего. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости. Новый спортивно-оздоровительный комплекс открывают сегодня в Зминогорске. Стоимость объекта почти 74 миллиона рублей краевых и муниципальных средств. Строительство двухэтажного здания площадью 1500 квадратных метров началось в прошлом году. Сейчас строительные работы завершены. На первом этаже располагаются спортивные и тренажерные залы. На втором – борцовские тренировочные залы и медицинский кабинет. Подробнее о новейшем спорткомплексе мы расскажем в ближайших выпусках наших новостей. В Бийске памятники архитектуры станут еще заметнее. Власти Наукограда начали монтировать ночную подсветку исторических зданий. Первыми засияли музей Чуйского тракта и драматический театр. В следующем году подсветка появится на зданиях Центра общественных объединений, Дома творчества и Шукшинской библиотеки. Также продолжатся работы по реконструкции уличного освещения Бийска, которое велось на протяжении всего 2018 года. На все эти работы город получил из краевого бюджета 16 миллионов рублей. Далее прогноз погоды. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью? Праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин в сети магазинов трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае довольно морозный и без осадков. Ночные температуры в районах края могут достигать 36 градусов мороза. Днем теплее. Самым холодным день обещают быть. В Славгороде и Кулынде минус 26. Около 24 мороза. В Камне наобе и Рубцовске. В Бийске, Заринске и Зминогорске 22 ниже 0. В Барнауле без осадков. Температура днем около 22 градусов мороза. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле 722 440. Ну а полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok